Процедура предварительного голосования была сложена только тем, что гражданам пришлось заполнить целых пять бюллетеней. Всего бюллетеней пять. Два в Госдуму и три в Московскую областную думу. В Госдуму мы выбираем по Красногорскому одномандатному округу и по единому списку России в Московской области. А в Моблдуму мы выбираем по одномандатному округу, по территориальному округу, по одномандатному округу номер семь, по территориальному округу и от областной единый список. По его итогам, кандидатом на выборы в Госдуму по Красногорскому 120-му одномандатному округу, куда входит семь районов Московской области, в том числе Истринский, от единороссов был выдвинут Мартин Шакум. В Мособлдуму по партийному списку прошли Сергей Маликов и Владимир Дупак. Первого выбрали избиратели Истринского одномандатного округа номер семь. Это жители всего Красногорского района и части нашего, а конкретно Дедовск, Истра, Обушковская, Павлослободская и Ивановская сельские поселения. Владимира Дупака – избиратели русского 20-го округа. Сюда входит вторая часть Истринского района, а также Волоколамский, Можайский и, конечно, Русский. За Сергея и Владимира голосовали как за представителей партии, а вот за Галину Уткину, которая прошла также по седьмому одномандатному округу, голосовали как за отдельного кандидата. Но итоги предварительного голосования еще не дают стопроцентного успеха на выборах. По партийным спискам, кто пройдет, а кто не пройдет, даже если он под номером один, это будет зависеть от того, какой процент голосов партия наберет. У нас 25 округов в областную думу. Допустим, партия набирает 50% голосов. Значит, это у них только половина мест из 25. Берем 12 либо 13, потому что круглой не будет цифры. А если 12 или 13, то не значит, что у нас и Тупак пройдет, и Маликов пройдет. Кроме того, хотим напомнить, что в выборах в ГОС и Мособлдумы от партии «Единая Россия» могут принять участие и самого движенцы. Для этого нужно подать документы в местный избирком до 31 июля.